А денек сегодня офигенский, легенький минус, где-то наверное 3 может быть, а вчера было совсем прям так, ну плюс 0 скажем так, поэтому вчера в общем-то с антисептиком мы поработали, тут оказывается 2 птички живут, я что-то вторую даже в сослепу в первый день и не заметил, и в общем-то сегодня вот наши гуси кричат так же громко, но периодами, то есть есть такие периоды затишья почти, как на фронте, поэтому в общем-то, ну не знаю, как тут люди живут, и кому с непривычки, конечно, просто охереешь, потому что я вот как бы в деревне, но живность своя, к этому, ко всему привыкший, и то как-то иногда вот прям, ну как-то неуютно с такими орами, Ну а мы продолжаем, в общем-то, снежку у нас поднасыпало, вчера вообще прям снегопадище был, поэтому естественно, ну дороги, где сами прокатали хорошо, где протоптали, где некому там по колено, Потому что вся уборочная техника, конечно, на рублевке Ну и вот у нас, кстати, дороги сыпят только песком, федеральные трассы там с реагентом, но там видно бюджет больше, поэтому наворовать можно больше, еще на реагент остается А у нас нифига, только песок и все, и то как бы не каждый раз, то есть снегопад, потом, ну вроде как, чуть-чуть посыпали, и потом дальше сам раскатывай Ну, куда деваться, такие вот они, нюансы жизни при хунте Сложно, конечно, жить в государстве, в котором две страны, одна страна Россия, которая работает на другую страну Москва Ну, а куда деваться, и с освещением у нас тоже, конечно, вот на эту деревню, ну там как бы есть кусок асфальтированной дороги, а остальная вся деревня, так, кое-где щебенкой подсыпана Вот на весь этот хвост два фонаря, ну, остальные в Москве электричество прожигают Ну, а мы вчера, в общем-то, работали с антисептиком, потому что был плюс, как раз мы прям так подгадали Нам, можно сказать, повезло Сегодня уже такой легенький минус, поэтому, в общем-то, вот что успели, то сделали Соответственно, неамид, концентрат, по-моему, ты еще раз про это говорил Он трудновымываемый, как сейчас стали на нем писать Раньше писали несмываемый, а сейчас вот уже трудно То есть они уже что-то стали стрематься Но, в общем-то, не знаю, как бы альтернативы я на рынке не видел Потому что все остальные, ну, говнище вообще полное Они смываются быстро и выветриваются, и что потом от него останется, хрен его знает Поэтому лучше, ну, по деньгам не так, чтобы он прямо очень сильно от других отличается Но зато как бы хоть какая-то гарантия Он водорастворимый, поэтому, естественно, разводим по инструкции 1 к 9 Как положено, гуще делать смысла нету Потому что смысл, ну, вот, растворителя воды в том, чтобы его разбавить И более равномерно нанести на большую площадь Потом вода выветривается, и сам вот тот состав, он остается внутри древесины Если вы разводите гуще, ну, не факт, что как бы какой-то плюс от этого вы получите Поэтому, в общем-то, ну, всегда так делаю Кисточкой, естественно, потому что, в общем-то, обрабатываем доски Надо, чтобы оно как можно глубже туда вошло И прям кисточкой затираем туда Поэтому вот сначала расстелил Вот этих вот полтинников тут не было, естественно Сначала расстелил, все прошел, все шесть сторон То есть две плоскости и четыре торца обязательно Вот здесь вот покрываю сначала Потом буду запиливать А потом еще раз торцы пройду Потому что там, в общем-то, обещают такие, в общем-то, колбасения То плюс, то минус, около нуля Поэтому, в общем-то, вполне себе можно будет это сделать А так, так как объем приличный То так гораздо проще, чем сначала запилить, а потом обработать Потому что, ну, я все-таки сторонник как-то вот запиливать по месту Соответственно, две поляны расстелил Как раз они у нас прям вошли Две доски не вошло Их вот потом вот сюда вот выносил на просушку И, соответственно, с одной стороны прошли Два торца Потом на ребро Прям вот в кучу так вот их сплюхнул Одну, вторую С одной стороны перевернул Прям пачкой С другой стороны опять расстелил И вторую сторону прошел И вот в горизонтальном положении она у нас сохнет Почему? Потому что если поставить на ребро И древесина вот эта у нас не сушеная, а сырая То много стечет и скапает А когда она лежит плоскостью То это уже не скапывает, а в нее впитывается И снизу, естественно, тоже Ну, там, чтобы капли оторваться Довольно-таки приличное усилие должно быть А, ну, тут как бы Столько много не налито Поэтому оно тоже не скапывает И вот, соответственно, ночь она у нас лежала Потом положил три прокладки Занес сюда полтинники Полтинники у нас пойдут на усиление ванны Там, где будет ванна 50 на 200 И вот 150 на 200 Это подступенки Они не сушеные Но их сушил тоже вот так вот вертикально Потому что иначе, если их вот так разложить То получится мы и нижний слой закроем Он проветриваться вообще не будет И верхний слой снизу Он тоже проветриваться не будет вообще Поэтому, в общем-то, вот так вот Ночь они у нас просохли Ну, вполне себе нормально просохли Уже цвет такой вот зелененький Ну, потому что, кто пользовался, прекрасно знает Что неомедом Сначала им покрываешь Он темно-синий И потом, по мере впитывания Он начинает зеленеть Потом, по мере высыхания Он начинает светлеть К такому, к светло-зелененькому Как вот светло-зелененький Это значит все Он полностью впитался И полностью высох Ну, понятно, что здесь как бы до конца-то Вот в таком положении мы не досушим То есть, они сохнут до конца Уже будут по месту Потому что мороз Легкий мороз Он тоже, ну, способствует Вымораживанию воды И, соответственно, сушке Ну, думаю, многие обращают внимание То, что вот когда, например Сырой там Ну, асфальт, например, да Потом раз легенький морозец И он весь сухой Почему? Потому что вымораживает Кто учился в школе, изучал физику Прекрасно это явление знает И понимает Ну, сам принцип Как оно, что там происходит Ну, вот, в общем-то Это вот наш вчерашний день Вот целый день Целый день с утра до вечера Прям совсем до темна Хотя, казалось бы, что тут Пять кубов Раз, полчаса и готово А на самом деле До хрена это время не занимает Потому что кисточкой Полоском на коленках, естественно И поэтому, в общем-то Довольно-таки все это долго Как-то так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...